Привет всем, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы снова на даче и поэтому время поговорить о натуральной косметике. Сегодня хочу рассказать о своем очередном заказе с iHerb, а вернее тех продуктах, которые у меня уже закончились, и я готова поделиться своим впечатлением об их использовании, о том, понравились они мне или нет. Итак, первый респондент. Это вот такой шампунь от компании Jason. Шампунь заявлен как против перхоти. Этот шампунь недавно очень долго отсутствовал в продаже, и многие по нему успели соскучиться. Я также, можно сказать, этот шампунь ждала для того, чтобы его перезаказать еще раз, но мнение о нем у меня неоднозначное. Итак, 355 мл объем. Шампунь пенится очень-очень плохо, поэтому всего лишь этого шампуня мне хватило раз на 7-8 применений. Для меня это очень мало, потому что обычно мне хватает в ладошке шампунь набрать, чтобы для полного мытья головы. Этот шампунь в силу того, что он плохо пенится, расход у него очень-очень большой, но при этом голову он промывает очень хорошо. Волосы мне очень нравятся после его применения, они очень легкие, воздушные, послушные и шелковистые. Волосы довольно красиво выглядят с применением него. Но что касается его основной задачи, борьбы с перхотью, в первый день после его использования действительно перхоти я у себя не наблюдаю. Но второй-третий день, а я голову мою 2 раза в неделю, примерно 3-4 дня мне хватает, мои волосы выдерживают без мытья. На второй-третий день уже я чувствую, что перхоть снова начинает меня раздражать. Поэтому, конечно, в плане силы борьбы с перхотью ставлю ему, наверное, только 3 балла. Но в остальном шампунь мне нравится, значит, приятный, дает очень аромат волосам, пахнет он точно как бальзам-звездочка, по моим ощущениям. Моему сыну очень нравится нюхать мои волосы после того, как я помою волосы с этим шампунем. Они очень пахнут эвкалиптом, вот чем-то таким. И в силу того, что у меня неоднозначное мнение сложилось, вот все-таки хочу дать ему еще один шанс. Сейчас он появился опять в продаже, и я снова его себе заказала. В целом этому шампуню я могу поставить оценку 4 за то, что обещали, что поможет избавиться от перхоти, но, к сожалению, пока не помог. Но при этом волосы выглядят с ним очень красиво и пахнут очень-очень ароматно. Следующий мой любимец, мой, вот просто один из моих находок с iHerb, я очень люблю этот тоник. Тоник от компании Tires, но, наверное, только ленивый, еще не заказывал тоник от этой известной компании американской. Этот тоник у меня с розой. Это был самый первый тоник от Tires, который я заказала, и он произвел на меня сразу неизгладимое впечатление. После него я заказывала еще уже, наверное, три варианта различных, но нравится мне больше всех именно вот этот. Тоник очень деликатный, с невероятно приятным розовым запахом, то есть такое ощущение, как будто закапнули пару эфирных масел розы. Применять его сплошное удовольствие. Что дает мне этот тоник? Тоник дает мне очищение, дает, тонизирует мою кожу. Я чувствую ее, ну, какой-то такой вот очень вдохновленный. Также мне кажется, что тоник справляется с маленькими воспалениями на коже, то есть он как-то их подсушивает. Кроме того, известны свойства розы антиэйджинговой направленности. Поэтому, и кроме того, самый главный, конечно, компонент здесь это гомомелис. Гомомелис – это вообще волшебное средство для кожи. Как производитель расписывает его качество, он и очищает, он и дает противовоспалительный эффект, он и бодрит, и молодит. И, в общем, ну, отличный, отличный прям такой колдовской эликсир. Обожаю именно этот вариант, розовый, заказывала еще и своей маме, абсолютно гиперчувствительный, никаких неприятных ощущений реакции. Он такой, как беленькая водичка, вот у меня ничего не осталось, чтобы показать. Белая прозрачная водичка с невероятно приятным, нежным, легким розовым флером. Пятерка ему с плюсом. Следующее, про что хочется рассказать, это вот такой крем от компании Веледа. Компанией этой я питаю большое уважение. Это крем для глаз, он смягчающий крем для глаз написано. Очень-очень маленький малыш, 10 мл всего лишь. Консистенция крема очень легкая, приятная, невероятно нежная, впитывается моментально. С консметикой не конфликтует. Использовала я его и утром, и вечером, поэтому закончился он у меня, наверное, даже раньше, чем через 3 месяца. Всего лишь месяца, наверное, на 2 мне его хватило, может быть, даже на 1,5. Но что он дает коже? Кожа с ним получает свою долю смягчения, действительно она мягкая, свою долю увлажнения. Питания крема, этот крем дает очень мало, недостаточно. Но в силу того, что до него у меня был мой любимый крем от Anna Marie Borland, который также я заказываю на iHerb, он настолько напитывает кожу, что на 2 месяца мне питания хватило с лихвой, и никаких недостатков, никаких вот, ну, нехватки питания я не ощущала. Также хочу сказать, что девочкам за 40 этот крем также я бы не рекомендовала, поскольку никакого антиэйджингового эффекта я не заметила. Думаю, что он для молоденьких, юных девочек, ну, достаточно нейтрально пахнет, почти не пахнет, может быть, немножко, где-то каким-то таким вот чем-то нежным, легким, молодым. Вот при этом состав, могу сказать, что из-за состава я его и выбрала, в нем присутствует на первом месте вода, потом масло ши, масло семян кунжута, кукурузное масло, масло жужуба, ну, потом пошли некоторые там вот виды спиртов, в которых я не очень разбираюсь, если честно. Также в этом креме присутствует соевое масло, которое также хвалят, воск цветов серебристой акации, рапсовый спирт, корень моркови и полевой хвощ, василек синий и различные-различные другие компоненты. Но в целом состав хороший, я сказала, ну, я бы, вот мне кажется, что с точки зрения натуральности крем вполне вот на пятерку. А в целом я ему ставлю, наверное, пять с минусом, заказывать я его больше не буду, попробовала и возвращаться к нему не хочу, поскольку есть много других кремов, которые заслуживают большего внимания. Следующий момент, вот такая зубная паста, даже без зубных паст с iHerb, каждая посылка у меня приходит обязательно, и в линии лежат зубные пасты для нас, мужем, для ребенка, поскольку очень люблю пользоваться натуральными зубными пастами, и те, которые продаются в нашем магазинах, к сожалению, не вызывают у меня доверия. Хочется как-то поберечь себя немножко, поскольку все-таки паста это то, что попадает к нам в рот, может быть, где-то впитывается в слизистую, и у детей вообще проглатывается часть, поэтому на пасты обращаю особо пристальное внимание. Вот эта паста от компании Nature's Gate очень-очень нам понравилась, причем всем троим. У нее приятный очень вкус, такой легкий ментол. Я не очень люблю ментоловые пасты, от которых очень сильно холодно во рту. Эта паста очень приятная, нежная, деликатная, очень долго хватает несвежести, чувствую свежесть вот в ротовой полости до вечера практически. Ощущаю, что зубки не покрываются никаким налетом и прочищают зубы. Эта паста идеальна, отбеливающего эффекта не заявлена, поэтому я его также и не замечаю, но буду перезаказывать обязательно эту пасту еще, поскольку очень понравилась как вот сам процесс, в процессе чистки, как она себя ведет, она в меру пенится. Я не люблю, когда пену вот чистишь, и она прям вот как горшочек варе вылезает изо рта. А эта паста, ну, прекрасное отношение у всей нашей семьи к ней. Даже когда у Тимошки закончилась его детская паста, он перешел на эту и говорил, о, классная паста, хорошая очень, нам всем она понравилась. Пятерка. А вот что касается детской пасты, то вот этот экземпляр от компании Now Solutions, версия апельсин, вот, ксиливайт, эту пасту ребенок мой постоянно требует, чтобы я ему заказывала, причем в разных версиях, у нас была клубничка, последняя у него была баблгам, вот это у нас апельсин, очень ему нравится эта паста. По составу она не слишком хороша, то есть есть более органические и натуральные пасты, но в силу того, что у меня ребенок уже пасту не проглатывает, я не боюсь этой пасты также, при том, что состав у нее достаточно чистый, она очень приятная по вкусу, она ему очень нравится по консистенции, и раз ребенок доволен, то и маме приятно. Вот ксиливайт пасты мы очень любим, и вот эта паста в версии апельсин, она такая очень приятная, бодрящая, такой веселяющий аромат, свежий, как вот, знаете, утром апельсиновый фреш, это вообще самое время, и вот эта паста также имеет какой-то такой привкус апельсинового фреша. Прекрасная паста, пятерка, ей будем перезаказывать обязательно в разных версиях и в этом том числе. И раз уж речь зашла о пастах детских, то покажу вот такую щеточку, она у нас сейчас отправляется в помойку, потому что она уже вот у нас поизносилась серьезно, три месяца мы ее использовали, это детская зубная щетка от компании Radius, она, вот видите, в такой необычной форме, когда первый раз у меня ребенок получил, ее я поставила, ее в ванной на полочку, он с утра проснулся, и с позаранку еле продрав глазом, вообще не понял, что это такое стоит, потому что она такая нетипичная форма, нетрадиционная, да, но с первого же использования он сказал классно, очень удобно, неожиданно даже, тут вот для пальчика такое вот отверстие, она очень большая, вот если, к сожалению, сейчас не с чем сравнить, вот большие мои зубные щетки, они меньше, вот по радиусу вот этого охвата щетинки, чем вот эта паста, эта щетка, и я думала, что как же он ее запихнет в рот, как же ей вообще можно еще там как-то орудовать, но он говорит, Тимошка, что невероятно удобно, он попросил меня перезаказать ее еще раз, сейчас у нас такая фиолетовенькая стоит, в использовании находится, очень рекомендую попробовать, они есть версии для правшей, для левшей, цвета, по-моему, конкретно идут, то есть не будет сюрприза, вот, то есть цвет можно выбирать. Обратите внимание, отличная зубная щетка, у нее замечательная ворсин, замечательная текстура, она очень плотно набита, то есть там какие-то разработки ввели для того, чтобы вот создать именно такую плотную, плотную щетинку, и, ну, доверимся американским ученым, стоматологам, думаю, что действительно результат, ну, по крайней мере, в нашем использовании, она прижилась, и будем продолжать заказывать еще, и уже заказали. На сегодня это все, такой вот был маленький отчетик, который, как всегда, у меня растянулся очень надолго, оставайтесь со мной, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео, скоро будут новые отчеты о товарах Сайферб, всем удачи, всем пока!